Кедми. Эрдоган ошибся. Азербайджан не в состоянии заявать Арцах. Статья на ресурсе «Реалист» за 18 октября 2020 года. И дается видео ИТОН ТВ. Того, кто в России допустит базы Турции НАТО на Каспии, можно расстрелять без суда, уверен израильский эксперт. Президент Турции Реджеп Эрдоган ошибся. У Азербайджана нет той военной силы, способной победить армянскую армию. Об этом в беседе с ведущим ИТОН ТВ Александром Вальдманом заявил бывший глава израильской спецслужбы НАТИФ Яков Кедми. По словам Кедми, армянская армия достаточно сильна, чтобы не дать Азербайджану захватить значительную часть даже тех семи районов с точки зрения топографии вооруженных сил и их оснащения. Азербайджан не в состоянии прорвать армянский фронт. Азербайджанская армия еще слабее, чем казалось. Если бы она была достаточно хорошо боеспособна, то она захватила бы территории. Но способности оперировать большими воинскими подразделениями нет. Нет возможности у Азербайджана эффективно использовать свою авиацию и бронетанковые части. Хотя танков у них больше, подчеркнул аналитик. Кедми напоминает, Азербайджан получил оружие из Израиля примерно на 1,5 миллиарда долларов. В основном это электроника, локаторы и беспилотники. А кто дал оружие Азербайджану на 5 миллиардов? Россия. В отличие от Армении, Азербайджан с финансовой точки зрения самодостаточное государство. Нефть. Они могут купить оружие у кого угодно. Не продал бы Израиль беспилотники, они бы купили их в другой стране. «Единственная претензия, которую армяне могут предъявить Израилю к моему стыду – признание Израилем геноцида армянского народа по мелким меркантильным политическим соображениям, которые даже не стоят упоминаний. Народ пострадал от геноцида, как и еврейский народ. Мы из-за меркантильных торгашеских соображений не признаем геноцид другого народа». Эксперт усматривает происходящему грузу для Ирана. Когда азербайджанцы объявляют себя единым народом с Турцией, а 40% азербайджанцев живут в Азербайджане, а оставшаяся часть живет в Иране, если кто не знает, Хамени – азербайджанец, не перс. И это в Иране создает серьезную проблему. Вот что Кедми думает об истоках конфликта. Больше всего в Нагорно-Карабахском конфликте виновата советское правительство. Передача Карабаха в начале 20-х годов была неразумным решением. Что касается позиции России, то она как была, так и есть. У Москвы свои соглашения с Ереваном. Россия – гарант существования Армении, ее территориальной целостности и независимости. Москва не даст никому на это посягнуть. Но Нагорный Карабах – не Армения, отмечает аналитик. Заслуживает внимания и то предостережение, которое прозвучало из уст Кедми. Того, кто в России допустит базы Турции и НАТО на Каспии, можно расстрелять без суда. Кедми, Эрдоган ошибся. Азербайджан не в состоянии завоевать Арцах. Продолжение следует... Продолжение следует...